Праздники приближаются. Будешь покупать подарки в магазинах? Конечно, ведь тебе нравится стоять в пробках и переплачивать. Жаль, что ты еще не понял, что подарки дешевле покупать в интернете. Мобильные телефоны, портативные компьютеры и ТВ до 50% дешевле. Так же, как в магазине, только дешевле. 220 ЛВ. Тест-тур приглашает вас провести отпуск на великолепных склонах Австрии или покататься на Доломитовых Альпах Италии. Тест-тур. Вдохновение отдыхом. Здравствуйте! Это итоги недели на Микс ТВ. Сегодня их подведу я, Элина Бикульча. Эта программа выходит 21.12.2012, то есть тот самый день, когда по всему миру объявлен конец света. Но если вы смотрите этот выпуск, значит апокалипсис еще не наступил. Ну и, конечно, мы подготовили специальные итоги к этой знаменательной дате, которую ждали и обсуждали почти весь год. Магические цифры. Что они значат и на что влияют? Набор конца света. В какую сумму можно уложиться, отмечая апокалипсис? А если вправду конец? Готова ли Латвия к глобальным катастрофам? Ученые против. Латвийские доктора наук расшифровали календарь мая. Опрос Микс ТВ. Большинство латвийцев скептически отнеслись к магическому числу. А нам ровно год. Итоги на Микс ТВ отмечают первый юбилей вместо конца света. Предновогодний комментарий Михаила Губина. Несмотря на то, что конец света многократно обманывал латвийцев, они продолжают в него верить. Интересно, что, как правило, апокалипсисы почему-то ждут в так называемые магические даты. Имеет ли это под собой хоть какие-то основания или действительно цифры могут влиять на судьбу? Выясняла Марина Шкода. Вести о скором конце света, кажется, ходят с самого его начала. Интернет, к примеру, говорит о том, что апокалипсис должен был наступить уже как минимум раз девять. Например, в 1900 году конец света предрекала российская секта Красная Смерть. В 1980 году апокалипсис должен был наступить в результате ядерной войны. В свою очередь в 1995 году наступление конца света предрекала секта движения за возрождение десяти заповедей. Конца света, кстати, ждали и в прошлом году, если помните. Наблюдательные увидят, как правило, конца света ждут в красивые даты. В этом году, 21-12-2012. Нужно ли придавать особое значение цифрам? Нумерологи считают, что однозначно да. Тем более, что следующий год, по их прогнозам, весьма неоднозначный. Кстати, он наступит вопреки пророчествам. Если говорить о прогнозе на 2013 год, вот перед нами квадрат Пифагора, сделанный такой простенький, без конкретной даты, абстрактный квадрат Пифагора на 2013 год. Здесь мы видим, что ячейки с двойками и шестерками находятся в довольно гармоничном положении. Три цифры двойки показывают сверхкачество. Люди будут проявлять талант психологии во взаимоотношениях друг с другом. И можно сказать, что этот год может быть богатый на счастливые браки. Дипломатия, она и политика все равно связаны с властью. Власть – это единица. Единица в недостатке качества, поэтому будут большие амбиции, но маленькие достижения. Это хорошо для государств, которые только развиваются на международной политической арене. Казалось бы, в нумерологию совершенно точно не должны верить люди с математическим складом ума, которые, как правило, являются прагматиками до мозга костей. Но как заставить, например, экономиста поверить в то, что цифры могут иметь другое значение, кроме привычного, и откровенно влиять на судьбу? Причем речь тут идет не о бухгалтерских отчетах. Но, как выяснилось, особое значение цифрам придают не только нумерологи и их клиенты, но и доктора математических наук. В советское время, в брежневское время, которое считается самым консервативным, была конференция, и я купил том этой конференции, и там один из химиков русских вот так сформулировал в конце, что вот прошло две с половиной тысячи лет, и он там на основе квантовой механики и некоторые из химии вещей. Он говорит, что мы, в принципе, в философии Платона не находим ни одной существенной ошибки, что современные науки подтверждают то, что говорил Платон. А Платон что сделал? Он как раз мыслил так, что Бог создал не только Землю, но и всю Вселенную. Ну, тогда не говорили Вселенную, но, в принципе, представляли все сущее в виде геометрических фигур и чисел. Впрочем, к нумерологии у нас все же принято относиться как к гаданию на кофейной гуще. Почему-то сразу представляется типичный гадальный салон, стеклянный шар и прочая атрибутика, особого доверия не внушающая. Но люди, решившие посетить нумерологов, кстати, просто любопытство ради, многозначительно говорят, что-то в этом все-таки есть. Он говорил и про прошлое, и, грубо говоря, про будущее. И вот прошлое меня, конечно, в какой-то мере удивило, потому что какие-то вещи он знал про меня, которые я, допустим, ну так вот, если уже без теории заговора, откуда вроде бы он может про меня знать. То есть, ну окей, я к нему записывался по телефону, там, на мобильный, он мог пробить, допустим, мобильный, ну, допустим, уже совсем так брать. Что-то у вас связано с Юрмалой, то есть не про Ригу, то есть ничего. Я ничего не говорил вообще, я говорю, ну, вообще-то я там живу. Ну, то есть какие-то такие моменты. Ну, допустим, говорил про дочку, которая тоже вроде бы откуда она, то есть вот у меня дочка, и очень такой, конечно, запомнился фразу, которую я тоже это чувствую и знаю. Она говорит, вот я вижу, что вы с дочкой, она фразу такую сказала, вы монолит единый. То есть она у вас с вами, и у нас действительно такие с ней отношения. Психологи, кстати, относятся к нумерологии и другим псевдонаукам весьма настороженно. Людей с нормальной психикой разговоры о приближающихся страшных датах вряд ли заставят сделать что-то сверхъестественное. А вот всех остальных как знать? Мне даже иногда кажется, что это нашли новый способ борьбы с кризисом. Потому что при стрессе, то есть человек, ну, это в какой-то степени стресс, да, человек мобилизируется, то есть позитивная часть стресса – это мобилизация, первое. А второе – люди начинают скупать что-то у нас, спички, воду, фонарики. То есть промышленность пошла вверх. Если что-то происходит, я считаю, вот именно в медийном пространстве, это, безусловно, кому-то нужно. Тут вопрос – кто, кому это нужно? И второй вопрос – играем мы в эту игру или не играем? Это каждый решает сам. Верить ли в нумерологию? Решайте сами. Цифры к этому склоняют, но никаким образом не принуждают. Впрочем, увидим сами, что год грядущий нам готовит, тем более, что нумеролог пообещал нам много интересного. Заодно и проверим. Марина Шкода, Влад Васильев, Андрей Елисеев. Специально для Микс ТВ. Уже год мир пребывает в режиме ожидания. Кто-то скупает билеты в один конец в деревню Бюгараш на юге Франции и деревню Шринджев в Турции, где, по некоторым данным, можно спастись от глобального катаклизма. Для кого-то же апокалипсис стал поводом закатить грандиозную вечеринку. Ну а некоторые на всякий случай запаслись крупой и спичками. Различные варианты подготовки к этому грандиозному событию рассматривали Полина Кузьмина и Анастасия Смоловская. Продаю или сдаю бомбоубежище на конец света. Все удобства и запасы еды на три месяца. Приветствуются соседи с огнестрельным оружием и собаками. Также требуются девушки для продолжения генофонда. Такие предложения в преддверии конца света стали появляться на латвийских сайтах объявлений. Предапокалиптическая лихорадка охватила и флегматичных прибалтов. Объявление оказалось не единичным. На том же сайте мы наткнулись на человека, который искал бомбоубежище. Да, вот я здесь готовлюсь. Действительно готовитесь? Прямо вот так вот активно? Вы что, смеетесь? Нет, я не готовлюсь. Мне просто нужны такие помещения. То есть это просто так совпало? Да, конечно. Что я найдю, то похоже. А активно вам звонят, предлагают какие-то такие помещения? Есть они у нас вообще? Есть. Бомбоубежище, они есть. Но одним бомбоубежищем сыт не будешь. Предприниматели решили позаботиться о тех, кто активно готовится к концу света. Одна из латвийских компаний подготовила для ожидающих комплект продовольственных товаров «Как пережить конец света». В комплект входят 10 коробков спичек, рис, соль, пшено, овсяные хлопья, 2 банки рыбных консервов, питьевая вода и 3 банки паштета. Сидели в собрании и думали, будет конец света. Что будем делать? Если выжить, как выжить, где мы все будем? Решили, что в нашем складе очень много товаров, все приедем, и нам тут будет хорошо. И вдруг у нас прошла идея, что мы же можем делать упаковку. Россияне видят Армагеддон по-своему. Медицина пополам с черным юмором. В набор для конца света наши восточные соседи, помимо валерьянки, активированного уголя, валидола и гречки, включили свечи, спички, веревку и мыло. Однако и наши люди не все решили сосредоточиться на еде. Не только хлеба, но и зрелищ требует неприхотливый среднестатистический латвиец. Магазины для взрослых к концу света готовы. У них свой джентльменский набор на случай апокалипсиса. Люди, конечно, интересуются за разные индивидуальные, например, одежды, которые взять с собой домой, разные игрушки. Ну, конечно, мы тоже собрали такой пакетик, чтобы было что-нибудь, чем, наверное, увлекаться. Пока ждать или не ждать, наоборот, чтобы не думать. Да, набрали пару вещей. Ну, что вы хотите в пользу? Ну, есть, например, такие, как игрушки, что с собой взять, книга, например, что почитать. Можно взять колготки, такие интересные. Может быть, чтобы немножко веселее все-таки было. А тогда, что там еще? Ну, да, для вкуса разных, для разных вкусов. Кстати, встречать или отмечать конец света латвийцы предпочли не в одиночестве, а в тесной и теплой компании. Нашлось немало тех, кто 21 декабря решил закатить грандиозную тусовку. Вечеринку мы планируем на 21 и будем надеяться, что на 22 декабря тоже. Что мы запланировали конкретно, мы, конечно же, рассказать вам не совсем можем. Но мы точно можем рассказать, что у нас в гостях будет наш очень хороший друг Сергей Соболев, который разыграет пригласительные на Новый год. Студия 69 и в ночной клубовой уроке, естественно. Мы тут в своем комплексе собрали тоже небольшой пакет, состоящий из пяти этажей, где любой клаббер, тусовщик, человек может выжить примерно месяц точно. То есть в любом случае, если вы в момент конца света окажетесь у нас здесь, то какое-то время мы вас протянем. Вечеринку под названием End of the World в те же даты предлагает и The Club. Их лозунг «Если завтра от нас не останется ничего, значит в эту ночь нам можно все». Клуб Мелна Пек, да и она тоже предлагает встретить конец света вместе и приглашает вас на вечеринку по Саулес Галс. Любители музыки в стиле драм-н-бейс, даб-степ и брейкс могут послушать ее на мероприятии Rave Apocalypse на Андрей Сале. Таким образом, получается, что самый дорогой вариант, как встретить конец света, это бомбоубежище, цена которого 10 тысяч латов. И то его не найти. Далее идет комплект из секс-шопа, который стоит 125 латов. За удовольствие, как говорится, надо платить. За 10-20 латов можно встретить апокалипсис в приятной атмосфере, с танцами и музыкой в каком-нибудь ресторанчике. Ну а самые бюджетные варианты – продовольственный комплект от Валда, который стоит 3 лата 96 сантимов, или тусовка стоимостью в пятерку. Выбирайте и ни в чем себе не отказывайте. Следующий конец света намечается только через 200 лет. Конец света встречали Полина Кузьмина, Анастасия Смоловская и Андрей Елисеев. Конец света обсуждали и в шутку, и всерьез, кто как к этому относился. Больше, конечно, было иронии. Однако на 100% никто не поручился бы за исход. Но если вправду все произошло бы, готова ли Латвия к чрезвычайной ситуации – наводнениям, землетрясениям, пожарам? В этом вопросе разбирался Денис Денисов. На случай любого ЧП и катастрофы у Латвии есть особый план государственной обороны. Там описаны виды возможных катастроф и список соответствующих мероприятий для ликвидации последствий. Метеоритный дождь и цунами, правда, в план не входят. Главные в Латвии такие угрозы – это шторм, это перерывы электроподачи, это грипп. Это в зависимости от этой угрозы. В зависимости от этой угрозы мы оповещаем все министерства, все учреждения, которые будут привлечены, чтобы обеспечить среагирование в катастрофе. Что должен знать каждый? В случае катастрофы спасатели советуют в первую очередь оставаться дома, закрыть окна и двери, включить радио и телевизор и ждать дальнейших указаний от спасателей. Если потребуется локальная эвакуация, муниципальные учреждения, школы, детсады и прочее всегда готовы предоставить временное убежище. А если бедствия масштабнее, соответственно, будут помогать регионы и соседские страны. Наших спасателей напугать чем-то сложно. Они готовы противостоять какому угодно апокалипсису, даже самому экзотическому, например, метеоритному дождю. В последствии такие же самые не могут быть. Даже если метеорит, метеоритет упадет, это будет пожар, какие-то повреждения конструкции дом, ну, для домов или инфраструктуры и так далее. А если случится цунами? Ну, такое, как в прошлом году в Японии. Оказывается, и тут все упирается в пожары и разрушения. Если глобально брать, что конец света – это что-то большое и масштабное, то, как всегда, это придет к каким-то разрушениям и пожарам. Ну, к пожарам пожарная охрана готова всегда, было и есть, и будет готова. За продовольствие тоже беспокоиться не стоит. Минземледелие в экстренных случаях в срочном порядке оформит закупку и предоставит паек. Правда, на это потребуется, ну, минимум неделя. Зачем хранить лишнее? На данный момент в правилах определена минимальная доза питания, которая была бы необходима. Туда входят овсяные хлопья, картофельное пюре, мясные консервы, сухофрукты, чай и вода. Эти нормы определены в расчете на душу населения. Мы подготовили спецификацию закупки, но нет финансовых ресурсов, чтобы обеспечить хранение запасов. Появляется логичный вопрос – а что делать жителям всю неделю, пока происходит процесс закупки продовольствия? Каждому надо позаботиться самому о себе и подумать наперед. Тот же бочонок питьевой воды можно хранить резервами. Тем временем в правительстве уверены – случись конец света, Латвия это испытание пройдет с честью. А к самому возможному апокалипсису члены Кабмина относятся философски. Придет конец света раньше или позже, но он все равно придет. Для нас, по крайней мере. А в Латвии готов к концу света? Я думаю, что Латвия по сравнению с нами, с людьми, должна жить вечно. Когда год проработан министром, конец света уже не так страшно кажется. И в принципе я в это не верю. Но я думаю, что просто не следует обращать на такие глупости и внимания. Глупости или нет, но и сегодня у нас случаются локальные апокалипсисы. Например, затянувшаяся метель может быть ничем не хуже цунами. Мало того, что в регионах до пожара не доехать, так еще и расчищенные от снега улицы порой становятся проблемой для пожарных и катастрофой для потерпевших. Что кругом ходить да около, я расскажу, что в прошлом году в районе бывшего кинотеатра «Маска», сейчас там Риме стоит, в Прушу улица, был выезд. И по рации мне передает мой боец, что подойди, я его послал найти гидрант, где взять воду, да, он меня по рации вызывает. Я к нему подхожу, говорю, что случилось? Он говорит, я нашел гидрант. У нас-то есть красные таблички, если вы видели, там мы по ним ориентируемся, где он находит. И ситуация такая, что стоит мой боец на сугробе сверху, сугроб метра три, и он говорит, здесь. Я говорю, что здесь? Он говорит, гидрант здесь. Ну и вот что тогда нам делать? Многие обеспокоены проблемой убежищ. Где прятаться, если мир вокруг кружится на глазах? С 2008 года таких специальных укрытий нет, так как состояние их было негодное, а ремонтировать и поддерживать такие сооружения стало слишком дорого. Чтобы реставрировать все бомбоубежища, надо было бы потратить примерно 7 миллионов латов и ежегодно еще тратить 1,5 миллиона латов. Теперь на месте бомбоубежища есть склады, как, например, под парком на Гризинкаунсе, или же офисы и летнее кафе, как, к примеру, по адресу улица Радио 1. Выглядят они вполне мирно, особенно не напоминая ничем о своих боевых задачах. Не хватит пальцев рук, чтобы пересчитать те апокалипсисы, которые нам обещали за последние 10 лет. Может, и к лучшему, что теперь бомбоубежище служит житейским целям. Так и сегодня, 21 декабря 2012 года, есть лишний повод встретиться с друзьями и близкими и сказать им то, что бы вы сказали во время реального апокалипсиса. Денис Денисов, Андрей Елисеев, Влад Васильев. Специально для Микс ТВ. Всеобщая нервозность от приближающейся всемирной катастрофы подействовала и на ученых. И пока британские ученые продолжают пугать всех своими открытиями, местные латвийские успокаивают народ. Крики «Мы все умрем!» они пытаются заглушить научными формулами и расчетами. Не так давно в Латвийском университете состоялась конференция под названием «Конец света. Миф или реальность?». Практически все ее участники, доктора наук и профессора, побывали на этой неделе в программах «Радио Балком». Их взвешенная позиция вселила определенный оптимизм. Эпизодов массового вымирания, следы, которые сохранились у нас. Во-первых, это второе по величине вымирание в конце Ордовика. Я уже упоминал это название. Ордовик закончился период приблизительно 450 миллионов лет назад. Массовое вымирание произошло на всей планете, но следы очень хорошо заметны и у нас. В том числе, ну, конечно, наиболее яркие впечатления можно получить, если мы изучаем территорию Эстонии, где ордовикские отложения обнажаются на берегу моря, в карьерах и так далее. У нас они довольно глубоко под нашими ногами. Это один случай. И второй – это примерно третье-четвертое по величине массовое вымирание почти в конце Девона. Приблизительно это 370 миллионов лет назад. А вот по этому поводу можно очень много разговаривать, потому что девонские отложения очень широко распространены по всей Балтии. И в Латвии они обнажаются по берегам Даугавы, Угауи, Салац и других. Всё может случиться, ну, в очень-очень уделённом будущем, через миллионы, даже через миллиарды лет. А что может случиться, ну, в ближайшее время, только с очень малой долей вероятности. А какая это доля вероятности? Ну, вот скажем, например, через 800 лет, 800 лет, но это тоже далеко, возможно, что один астероид, так сказать, столкнётся с нашей планетой. Весьма большой астероид, но вероятность, однако, 300. Это как бы рождественская лотерея, у вас только один полный билет из 300, остальные 299, 9 пустых. Ну, вот, так что вероятность небольшая. Для нашей планеты весьма таким, ну, важным событием будет то, что Солнце постепенно становится всё горячее и горячее. Но эти изменения мы сможем почувствовать, ну, кто-то наши потомки почувствует, примерно через миллиард лет, не раньше. А миллиард лет — это огромнейший срок времени. Из этих календарей никакого конца света, никаких конкретных чисел не следует, и даже их вычислить или придумать невозможно. А можно их как-то конвертировать к современной календаре? Да, можно конвертировать, можно, но с точностью приблизительно 5-7 дней. То есть не в один день. В принципе, это теоретически возможно, да. Но смысла-то просто этого нету, да. Другое дело, откуда это самое подобное поверование, вот как на сегодняшний день это самое вокруг крутится в средствах меди, да. Это записи к самый конец 17-го, начало 18-го столетия, где-то 150-200 лет после полного разрешения государства и ацтеков, монахи, христианские монахи, на склонах гор Гватемала начали записывать поверования и басни, плюс что угодно, но народный фольклор. Ну а что же сами латвийцы? Верят ли они в неизбежность конца света? Или дата 21-е, 12-е, 2012-е их совершенно не беспокоит? Это мы выяснили в опросе Микс ТВ. Да что вы, божу, паси. Что сейчас думаешь, что, ребята, самая хорошая сейчас жизнь? Что продумала платить? Я думаю, что нет. У меня билеты на 23-е шестона купленные, так что не будет. А что вообще, как завтрашний день будет выглядеть? Завтра? Ну я везде не буду покой играть, так что это нормально. Бус, но это не будет так, как вы думаете, что сейчас пекшни бриза меня лидится по логе. Он будет, он будет так, как был тысячи годов мая. Это будет другой момент. Нет, не будет. А как день будет выглядеть? День будет выглядеть как обыкновенная пятница. Я не согласен, что не будет пасаузский голос, но я думаю, что будет полный новый сайд, и все будет гораздо лучше. Ну я немного подумала, но я не боюсь, я думаю, что какие-то перемены будут, но, конечно, не такие, что завтра что-то случится. Я надеюсь, что это будет так, как каждый день, только человек будет больше сатраукт, он больше по этому работал, он больше не будет выглядеть, что весь гаидит то пасаузский голос, и весь месяц будет выглядеть то день. Нет, не реально. Я думаю, что не так. Я думаю, что завтра будет хорошо. Скажите, верите, что завтра конец света будет? Что мы сошли? Конечно нет. А как вы это были дни? Ой, ну как я приблизительно. Очень обнадеживающая, и очень, я думаю, успешная. Хороший день будет, пятница, 21 числа. Всем удачи и счастья. 21-12-2012 особая дата и для Микс ТВ, и это никак не связано с предсказаниями индейцев Майя. Ровно год назад вышел в эфир наш первый итоговый выпуск новостей. Корреспонденты Микс ТВ вспомнили самые яркие события, которые мы вместе с вами пережили за этот год, а также забавные моменты, оставшиеся за кадром. К первому итоговому выпуску новостей мы, естественно, готовились с особым волнением. Корреспондентам, у которых до этого одно полушарие работало для радио, а второе для портала mixnews.lv, пришлось срочно открыть третий глаз – телевизионный. Вела первый выпуск Марина Шкода, великолепная, неподражаемая. Вот, и, конечно, вот сейчас я его пересмотрела на днях, и это те же темы, в принципе, которые вот наша жизнь нам подкидывает. Вот сейчас то же самое, вот референдум про русский язык, там, что-то там про вступление в еврозону, вот, и опять Новый год на носу. То есть все там в колпачках, в таких ярких дедоморозовских студии сидят гости. За год Микс ТВ дали интервью самые известные люди страны, включая президента Андриса Барзинша, премьера Валдеса Домбровскиса и спикера Сэма Солвито Абултиня. Мы старались не пропустить и самых интересных гостей Латвии, будь то замечательный дирижер Валерий Гергиев, композитор Игорь Крутой, звезды «Новой волны» или талантливые российские артисты. Многие сказали нашей камере то, в чем раньше не признавались никогда. Я люблю Наполеон особенно, это мне, так сказать, и вообще, да, или эти знаменитые латышские деревенские торты, да, как раньше говорили, 60 яиц, 80 яиц, таких больше нету. В течение года корреспонденты Микс ТВ чего только не делали. работали под пулями на полигоне Вадыже, выпускали в реку мальков форели, примеряли евро с собственным лицом, собирали грибы в Покоинском лесу, с ужасом наблюдали за прыжком самоубийца с вантового моста, исследовали внутренности мелды, взвешивали черепах, фиксировали экзотические творения местных модельеров, глядели в холодные глаза игуаны и даже пели назидательные дайны. Над костром, кто хочет прыгать, будьте очень осторожны, ведь от пламени святого можно получить термический ожог мягких тканей. Ночью папоротник заветный, не ищите, с кем попало, а иначе вы найдете ряд сексуально-трансмиссивных заболеваний. Каждому из тех, кто работал для итоговых выпусков новостей, запомнило что-то свое. Ну, конечно, это сюжет про банный фестиваль. Мне кажется, он очень многим поднял настроение, во всяком случае, те, кто его смотрел, достаточно позитивно о нем отзывались. Вот даже сейчас рассказываю, ну, достаточно забавно, думаю, пересмотрю еще раз обязательно. Я вчерашний день не помню, о чем ты. Помню, в прорубь нырял, как сейчас, помню, как сейчас нырял. Буквально в таком же состоянии. Ну что, интересно, здорово, активно, позитивно. Весь год нас заживо интересовало мнение Рижана обо всех актуальных проблемах. Поэтому уличные опросы мы проводили в любую погоду и в любой ситуации. Что самое веселое? Веселое, это, конечно, зимой происходит. Потому что не все люди пытаются вежливо избавиться, значит, от вопрошающих корреспондентов. Многие просто сбегают. А зимой это неудобно делать, потому что, ну, везде сугробы. И очень смешно, когда люди прыгают, как зайчики через сугробы. Некоторые ответы Рижан запомнились нам надолго. Зачем из себя делать зомби? Я человек. Когда умру, тогда и стану зомби. В село нет, не думали, что я там делать буду. Коровам себя показывать? Конечно, нередко мы ошибались и попадали в забавные ситуации, над которыми сейчас можем искренне посмеяться. Вес, это и Елгова. Также в честь мест, где происходили... Мода на экзотику набирает обороты. А простым лысым котом сегодня никого не удивишь. Раз в год тихие улочки Риги превращаются в... Давай. Рига предлагает гостям. Раз в год тихие улочки Риги превращаются... Спасибо большое. Раз в год тихие улочки Риги превращаются... На каждом шагу. В будущем году мы обещаем вам еще больше интересных сюжетов и героев. И не только. Конечно, Микс ТВ в следующем году будет самым, опять же, как всегда это бывает, быстро развивающимся ресурсом, как и все наши ресурсы. Поэтому мы планируем, кроме выпусков ежедневных и кроме итоговых, мы еще планируем интервью в студии, мы планируем программу Синема, мы планируем еще массу других программ. Микс ТВ от всей души поздравляет своих зрителей с наступающими праздниками. Будьте счастливы и здоровы и до встречи в Новом году. Юрия Михайловская, Влад Васильев, Олег Мешковский, Карина Эванс. Микс ТВ! Конец концом, а все-таки впереди Рождество, Новый год и опять Рождество. И раз с апокалипсисом нас в очередной раз развели, то надо хоть праздники зимние встретить достойно. Поэтому на всякий случай мы вас поздравляем. И также на всякий случай, но от души вас поздравляют первые лица страны. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю в первую очередь крепкого здоровья. Желаю каждому верить, что следующий год будет лучше. То, что все возможно, если ты сам хочешь, если у тебя есть люди, которые помогают. И желаю, чтобы в Новом году у каждого был кто-то, кто бы помог достичь его мечты. Рождественское время и время перед Новым годом – это тот период, когда мы подводим итоги уходящего года и ставим свои планы на следующий год. Я бы хотел пожелать всем жителям Латвии ставить амбициозные планы на следующий год и не бояться их реализовать. Всем светлого Рождества и с Новым годом! На сегодня это все. Итоги недели подводила Елена Бикульча, а завершит выпуск Михаил Губин с традиционным комментарием, в котором все в одном флаконе. И конец света, и Новый год. С наступающим! Ну а что же сами латвийцы? Верили... Верили ли они? Блин! Конечно, конец с концом! Мне не нравится это Конечно, конец с концом! Там очень много К и Н! Что там такое? Конец света обсуждали и в шутку, и всерьез. Михаил Губин с традиционным комментарием, в котором все в одном флаконе. Здравствуйте! Это Михаил Губин. Если вы меня сейчас видите, то значит, конец света еще не наступил, по крайней мере, для вас. Вот так же год назад, когда никто о конце света и не помышлял, на Микс ТВ запустили итоговую программу, и вроде бы все было хорошо, отличные репортажи, красивая ведущая, дорогая техника, но чего-то не хватало в самом конце. Таким образом, появился я, символизируя жирную точку в конце подведения итогов. А чтобы зрители не узнавали меня на улицах и в общественном транспорте, вместе с очками решил надеть вот этот колпачок, еще и тельняшка была. И вот в таком образе я рассчитывал продержаться долго, до лета включительно. Однако руководство не одобрило, и весной Дед Морозовскую шапку пришлось снять. Наверное, это было правильно, потому что, если приглядеться, тот головной убор вовсе не Деда Мороза, а самого, что ни на есть, Санты Клауса. Уже много раз подчеркивалось различие между этими двумя персонажами в одежде, длине бороды, семейном положении и месте жительства. Надо сказать, что Латвийская земля одна из территорий, где между двумя зимними героями развернулась настоящая борьба. Довольно долго на тластвии властвовал Дед Мороз со всеми полагающимися ему атрибутами окладистой бородой, тяжелой шубой, шапкой, мешком с подарками и снегурочкой. Выглядело это совершенно естественно. Во-первых, зимы в середине прошлого века были гораздо холоднее, снег и трескучие морозы были в Латвии обычным явлением, поэтому шубы и валенки были совершенно оправданы и не являлись специфической приметой чего-то русского. Во-вторых, в эпоху товарного голода и дефицита большой мешок за плечами Деда Мороза мог вызвать только положительные эмоции. Однако, уже к концу 80-х годов прошлого века на латвийскую землю начали проникать первые Санта-Клаусы. А с утверждением во власти латышских эмигрантов из Канады, США и Австралии, румяный дедок в красной курточке стал символом свободы, независимости, западной помощи, ну и Кока-Колы, конечно. Все это могло произойти потому, что образ собственно латышского Деда Мороза в латышском народном сознании проработан нечетко, даже неясно, как его зовут. Раньше было известно, что существовал некий Салавецитес, но как он выглядел точно сказать не может никто, потому что в разные исторические периоды он был похож что на Деда Мороза, то на Санта-Клауса. Скорее всего, дело в том, что формирование представления латышей о собственном новогоднем Деде было прервано в 13 веке немецкой экспансией, а затем насильственным видением христианства. Салавецитес не упоминается ни в каких дайнах. Скорее всего, он был придуман большевиками, поэтому теперь он называется Зимосветку в Эцетес. Именно ему адресованы письма детей в латышских газетах, потому что сало, то есть мороз, ассоциируется с Сибирью, а Зимосветке зимние праздники звучит политкорректно и не обижает ни мусульман, ни представителей иных нехристианских религий. Удивляясь, как национальное объединение не потребовало создания образа истинно латышского Деда Мороза, свободного от идеологических штампов оккупационных режимов. Как же должен выглядеть истинный латышский Дед Мороз? Без сомнения, он должен быть в постолах, под поясом леловардским поясом, в шубе, расшитой древними символами юмисами да аусеклицами, с бородой, как у крещеница баронса, с посохом и сикулдой, а возможно и с клюшкой балдориса. Где-то у него должны быть обязательно три звезды, возможно на головном уборе, а в мешке обязательно должны быть латвийские товары. Вопрос о его свите пока остается открытым, но без сомнения в ней должны быть бобер, тресогуска и прочие типичные латвийские животные. Кстати, олени в Латвии тоже водятся, хотя и не летающие как кусанты. Но с другой стороны, если попробовать их накормить серым горохом, а вот нужна ли нам латышская снегурочка, это вопрос сложный. С одной стороны, наличие у латышского Деда Мороза семейных связей только подчеркнет наше выгодное положение среди вырождающейся голубой Европы. А с другой стороны, Карли Сульманис, чьи черты должны быть узнаваемым в каждом истинном латышском Деде Морозе, был один, без семьи. Поэтому предлагаю обсудить это на референдуме, заодно и согреемся. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok